Проиграли, но завоевали любовь и уважение болельщиков. В эти выходные российские футболисты выбыли из списка претендентов на звание победителей в чемпионате мира. Хорваты обыграли нашу команду в серии пенальти. Челнинцы наблюдали за этим драматичным матчем в спортбаре Авторадио «Набережные Челны», который на время игр нашей сборной разместился в ресторане «Максимилинс». Большинство гостей получили пригласительные, участвуя в розыгрыше. И вот как они провели спортивную субботу. Сбор болельщиков начался еще задолго до матча. Челнинцы делали боевой раскрас и прогнозировали исход матча. Угадавшие могли получить 30 литров бензина в подарок. Большинство болельщиков успехи российских футболистов не сомневалось. «Все-таки мы должны дальше пройти. Россия вперед!» «Думаю, наша Россия выиграет». Чтобы настроение у болельщиков было на высшем уровне, организаторы – команда авторадио «Набережные Челны», раздавала гостям призы за участие в викторине и конкурсе кричалок. В 21.00 сердца болельщиков всей страны забились в унисон. Если в первые полчаса здесь царило тревожное молчание, то на 31-й минуте эмоции болельщиков взорвались. Денису Черышеву гости аплодировали стоя. Тем не менее, первый тайм завершился со счетом 1-1. Чтобы поддержать боевой дух челнинцев, за дело взялись организаторы, устроив свои спортивные игры. «Счет 1-1, и мы знаем, и мы очень надеемся на то, что все-таки наша сборная будет играть хотя бы в полуфенале данного чемпионата мира. Всем спасибо авторадио, спасибо вам большое». «Сегодня атмосфера, которую устроила авторадио, очень великолепная. Я всегда присутствую здесь на матчах, и поэтому авторадио, только авторадио может так зажигать и приносить успех нашей сборной. Спасибо авторадио». Второй тайм и дополнительные полчаса окончательно объединили команду спортбара. Смотреть футбол сидя уже не мог никто. Когда началась серия пенальти, накал страстей достиг своего апогея. Многие пытались не смотреть на экран. Другие метались по залу. Но исход оказался не в нашу пользу. 3-4. «К сожалению, Фернандес не забил. Очень жаль. Россиянин Фернандес не забил. Но он нам дал шанс». «Никогда бы не была болельщиком. А сейчас с такой компанией, с душевной. Я полюбила футбол, честное слово». Чемпионат для российских футболистов завершен, но для челнинских болельщиков фон продолжается. Спортбар «Авторадио» набережной Челны передает эстафету спортбару РЕН-ТВ набережной Челны.